приветствую всех 3212 сборка новый игровой системный блок в корпусе аккорд gpx либо gp10 но на случай x это римская цифра 10 на такое обозначение у аккордов и здесь тема у нас даже вентиляторы с такими иксами прям подчеркивает название корпуса все это случайно получилось ну акулеры просто достались вот с таких корпусов за гейминг пришел и большом этом за гейминге с передней сеткой эти красивые вентиляторы просто потерялись поставили мы более яркую подсветку на переднюю панель чтобы лопасти светились максимально ярко эти кулеры перекочевали в этот корпус здесь он смотрится просто эти вентилятор бомбически классная здесь подсветка кстати довольно таки дорогие кулеры комплект стоит 2900 рублей в данном случае мы посчитали его получается в 1200 так что в единственном экземпляре такой компьютер будет с такими кулерами интересно здесь реализация подсветки вот эти вот иксы подсвечивает нам лопасти вентиляторов ну и кулеры бесшумные 4 пиновые колодки у кулеров и все это завязано материнскую плату материнская плата ими управляет подсветку можно регулировать есть собственный контроллер он там вот пульт виднеется порядка на 50 режимов работы все что угодно можно здесь переключать построен системник на базе процессор intel core i5 11400 ф rocket lake перед нами 6 ядер 12 потоков по большому счету не сильно он отличается 10 400 по производительности от предыдущего comet lake а на этом же сокете но в плане нагрева чуть ли не в два раза очень горячие процессоры за счет чего приходится выбирать комплектующие исходя из энергопотребления базовая частота 2600 мегагерц именно на этой частоте он может уложиться в 65 ватт в turbo boost работает до частоты 4 и 4 и это по одному ядру по всем ядрам частота максимально 4 2 у 10400 было 4 ягерца turbo boost по всем ядрам 4 3 по одному и базовая 2 и 9 и вот поверьте 65 ватт разве что он на 2 и 6 может уложиться процессоры сильно горячее на разных платах повер лимит выставлен разный в данном случае у нас материнская плата обладает 8 фазами питания и вот тут те цифры которые получились мне немножко обескуражили можно сразу перейти простой 31 32 градуса температура процессора естественно он не греется 11 ватт потребления тут как бы все хорошо стоит нам запустить тест стабильности аиды чтобы нагрузить процессор на максимум и мы видим 108 ватт 108 ватт тогда когда у 10400 никогда ни на какой плате теплопакет 65 ватт не превышался и если мы будем выбирать материнские платы на 510 чипсете хотя бы да собственно на 560 мы не увидим меньше чем 7 фаз питания на плате забавно что на 510 чипсете гигабайт материнские платы выпускает с пятью фазами питания но они их именуют как раз допустим h410 м например там по моим с 2 в 2 то есть 510 чипсет но они говорят что это 410 только по десятую серию не смейте туда совать 11 может быть какой-нибудь ай 3 rocket lake там еще и будет комфортно себя чувствовать но 11400 при потреблении 109 вот как мы видим просто плату сожжет скорее даже не сожжет скорее все это плата на 400 который будет назад 410 с 5 фазами просто за до 65 ватт power limit и выше частоты 2 и 6 в принципе никогда не прыгните вверх по turbo boost у плата будет себя беречь есть такая особенность у материнских плат они довольно таки сейчас грамотно работает с power limit и не дают себя угробить вот собственно из-за этого под 11 серию приходится ориентироваться в первую очередь на фазы питания 8 фаз питания у предыдущего чипсета топовые b460 платы не обладали то есть ну к примеру за чипсет за 490 это в стандарте 12 воспитания этот топчик вот на эти z490 можно без проблем ставить и 5 удивитесь но 11700 может кушать 165 ватт это всего лишь 8 ядерник с тем же самым power limit там 65 ватт а кушает 160 и чтобы он комфортно себя чувствовал допустим в том же самом за гейминге мы сами специально ограничим его на 125 ватт 125 ватт хватает работать этому процессору в комфорте дикий частот он не подымает на долгосрок отпускает но при этом машинка остается холодная такой вот забавный rocket lake ну а так в целом конечно процессор классный быстрый разница здесь и 400 примерно 2000 рублей 2 с копейками и стоит ли переплачивать ну не знаю возможно и стоит по-хорошему прыгать надо наверно с 10 100 ф на 11 400 ф но при этом чтобы прыгнуть надо вложить немножко денег материнскую плату 510 чипсет как и 410 гнать память не может базовые частоты 2600 мегагерц для и 3 и 5 2 900 для 7 9 это как было так и осталось средний чипсет до 560 уже научился гнать частоту но не всегда правда это делает также хорошо как за чипсет гнать процессору не может ну и за чипсет естественно все могут все умеют ну и цена платы соответствующие хотя в первую очередь за чипсет отличается скорее цепи питания остальные плюшки нам не так уж на самом деле и нужны практически все нужный момент который есть на плате присутствует и на вот это недорогой 5500 рублей плата стоит а все в ней прекрасно два слота под память но учитывая что можно поставить два по 32 64 гигабайта то как бы ограничение по установке оперативки просто не может быть особо и не встретишь системники где 32 гигабайта памяти стоит не то что 64 сейчас у нас двухканалей работает две восьмушки фирма крашу частота 2666 мегагерц одноранговая память обычная стандартная для подобных сборок не имеет смысла прям вот какую-то профильную память использовать ничего мы не получим профильная память хороша когда высокая частота низкие тайминги чтобы хотя бы эти два три процента чего-то там где-то играли роль на данном случае все то же самое охлаждение у нас deep cool each mini на плате гигабайт это охлаждение вообще идеально себя ведет материнская плата регулирует обороты 3 пиновые колодки пожалуй кроме гигабайта так не может делать никто раньше можно было на некоторых платах задать какой тип колодки стоит 3 пиновая либо 4 пиновая сейчас это все уже нельзя поэтому регулирует скорость вращения только 4 пиновая колодка а вот платы гигабайт по умолчанию спокойно напряжением регулирует и какой вентилятор стоит неважно кулер очень легенький и хорошо справляется даже с такой нагрузкой такие на самом деле идеальные небольшие кулеры можно поставить сюда монструозную башню увеличить по стоимости для игрового компьютера на самом деле это не так уж важно но есть компьютер будет трудиться день и ночь в рендере то конечно лучше поставить сюда что-то посерьезнее видеокарта самое ценное в этом системе несмотря на то что у нас 11 серии процессор а вот видюшка их просто не достать 1650 супера фирма mc на 4 гигабайта gddr6 по уровню производительности она примерно на 5 процентов будет ниже чем gtx 1666 гигами 1660 сейчас стоит от 45 46 тысяч только из-за того что на ней можно манить эфир дак файл превысил 4 гигабайта еще год назад 4 гиговки отвалились количество куда ядер примерно одинаковое у этих двух видеокарт чуть чуть больше 1660 там незначительно 1280 куда ядер против 1408 куда ядер ну то есть там вот как раз эти три процента по ядрам собственно то что нам в основном дает производительность 1280 это один в один как количество 1060 но здесь для 6 память а уж на 60 до 5 и получается что куда ядер больше память медленней и в результате мы получаем практически одно и то же 1660 1650 супер но для разрешения full hd вообще не важно 4 гигабайта 6 либо 8 оперативки на борту все равно там где 2к 4к монитора требует такое количество видеопамяти эти видеокарты просто тянуть не будут хоть они классные современные но все-таки 2к это два монитора full hd 4k это 4 в 4 раза больше картинки надо посчитать то есть это все для комфортной работы на full hd мониторах ssd накопитель у нас в разъеме м2 фирма md radeon на 240 гигабайт и стоит еще накопитель на 1 терабайт сидит барракуда в корзине через резинки у нас такая обычная классическая схема схема это ssd при жесткий диск самом деле так оно и должно быть можно уйти в пользу огромного накопителя игрушки устанавливать на него но не сильно это дает производительность прям большую главное чтобы система стояла на ssd но с другой стороны на жестких дисках безопасно хранить информацию на ssd накопителях ни в коем случае сдохнет ssd-шка информации всей лишитесь блок питания но здесь запасом под вообще любую видеокарту какой бы мы сюда не поставили в будущем никаких ограничений блок питания нас имеет сертификат 80 плюс deep cool dn 550 хорошие блоки сертификат гарантирует высокая кпд все защиты которые нам нужны но раз кпд высокая то в нагреву ходит крайне мало боковое стекло здесь на всю сторону слегка тонирована для черных корпусов это благо для белых надо что прозрачное стекло было абсолютно ну и станировано стеклом корпус смотрится совсем благородно на классная машинка получилась не такая уж прям дорогая современная с большим запасом даже по апгрейду есть два разъем из b20 130 и есть возможность поставить два вентилятора на вверх на выдув можно пробежаться по тестам интересно нам на самом деле смотря здесь спалкин 71000 набрал 67000 наберет 10 400 ф 3d марки набрал у нас результат сейчас 5000 закрыла сейчас результат 5300 примерно набирает 1660 обычная 1066 гиговка набирает 4-4 300 то есть она слабее чем 1650 супер 1650 на ддр 6 4000 попугаев но если будет 1650 на ддр 5 это 3 600 это примерно чтоб ориентироваться в плане производительности видеокарт 1660 супер уже наберет в районе 6000 попугаев 5806 но rtx 2060 там же посерьезней 6 507 3060 в районе 8000 и стоит наносим из 2000 рублей но вот эта красавица 3070 и 13700 набрала на 11700 и седьмом процессор данном случае мало малую роль играет в 3d марки хотя 3d марку всегда можно мерить ну и картинка всегда будет работать не тормозить в любых играх 1650 супер это прям хорошая карта на которой можно надолго остановиться тем более в текущих ценах если 1050 и который в основном на сборках сейчас идут это такая минималка которая в принципе хватает но все таки хотелось бы мощнее то 1650 супер мое мнение закроет все вопросы если вы не стример который только и делает как в интернете на максимальных настройках графики запускает игрушки а просто хочется комфортно работать на full hd мониторе чтобы все шло ничего не тормозило такая машинка для вас по деньгам 70 тысяч 850 рублей заметьте видюха здесь посчитано всего лишь в 30 тысяч рублей конечно в кавычках год назад они стоили по 15 но тем не менее еще здесь все позиции чуть ниже рынка вот примерно 1000 на 15 выходит дешевле машинка опять же в единичном экземпляре так что успеваете